приветствую всех гостей и подписчиков нашего канала в этом видео почему и за что сидел в тюрьме сын вождя народа сталин василий иосифович сын за отца не отвечает это крылатая фраза вождя народов иосифа сталина произнесенная им во время массовых чисток 1930-х годов сохранила жизнь и подарила надежду на будущее многим молодым людям чьи родители пострадали от сталинских репрессий однако с его собственным сыном генералом ввс с василием сталиным советские органы госбезопасности после смерти вождя церемониться не стали младший сын сталина василий сталин родился 24 марта 1921 года в москве как известно у него имелись родная младшая сестра светлана аллилуева и сводный старший брат яков джугашвили по свидетельствам очевидцев иосиф сталин очень любил дочь а вот к сыновьям относился довольно сурово после того как мать юноши надежда аллилуева покончила жизнь самоубийством общение отца сыном вообще сократилось до минимума надзор за воспитанием сына генсека осуществлял начальник охраны сталина генерал николай власик его подопечные нквдшники эти обстоятельства наложили заметный отпечаток на характер василия сталина он рано начал курить и употреблять спиртные напитки а также крепко выражался отсутствие материнской ласки и женского воспитания имело явные негативные последствия в виде повышенной нервной возбудимости и некоторой неуравновешенности но в общем и в целом окружающие характеризовали василия сталина как хорошего человека чьи достоинства полностью покрывали имеющиеся недостатки осенью 1938 года сталин василий иосифович поступил в качинскую военную авиационную школу которую окончил в марте 1940 года как только началась великая отечественная война василий оказался на фронте и принял участие в ожесточенных воздушных боях осенью 1941 года за смелую атаку на немецкие бомбардировщики он был награжден боевым орденом красного знамени однако вскоре иосиф сталин отозвал его с передовой он очень боялся что василий либо погибнет либо попадет в плен к немцам как это случилось его старшим братом яковом джугашвили поэтому до конца 1942 года сталин василий иосифович служил при главном штабе в москве лишь на следующий год когда обстановка на фронтах стабилизировалась советский лидер разрешил своему младшему сыну вернуться в действующую армию вопреки различным слухам и сплетням сталин василий иосифович не сразу стал командиром авиасоединения почти два года он занимал скромную должность летчика инструктора находясь на которой отлично освоил самолеты всех типов имевшихся тогда в советской истребительной авиации только 18 мая 1944 года василий сталин был назначен командиром 3 гвардейской истребительно-авиационной дивизии под его командованием дивизия освобождала минск вильнюс лиду и гродно при этом василий лично участвовал в воздушных боях 22 февраля 1945 года он стал командиром 286 истребительной авиационной дивизии первого белорусского фронта и в этом качестве принимал участие в берлинской наступательной операции интересно что день победы сын вождя встретил в скромном звании полковника хотя по должности мог уже дослужиться до генерала не получил он и золотой звезды героя советского союза всего за время войны василий сталин совершил 26 боевых вылетов лично сбил пять самолетов противника был награжден тремя орденами красного знамени орденом суворова второй степени и орденом александра невского после окончания войны василий сталин служил в германии после чего был переведен в москву на должность помощника командующего ввс мво только тогда он получил звание генерал-майора а затем генерал-лейтенанта а в 1948 году был назначен командующим ввс московского военного округа с этого момента началась пожалуй самая насыщенная страница его биографии суровый отец стал меньше контролировать отца предоставил значительную свободу действий сначала василий сталин полностью выкладывался на службе он организовывал и контролировал боевую учебу летчиков освоение авиационной техники строил новые аэродромы и военные городки немало внимания василий сталин уделял развитию спорта именно тогда появилась знаменитая футбольная и хоккейная команды ввс мво а сам василий даже стал председателем федерации конного спорта ссср однако со временем его бурная деятельность приобрела негативный характер василий сталин явно поймал звезду стал злоупотреблять спиртным мало занимался служебными делами его окружали десятки подхалимов и собутыльников которые плели различные интриги и постоянно втягивали своего шефа в различные скандалы в августе 1952 года после воздушного праздника в тушино василий сталин пришел на правительственный прием сильно пьяным и там поругался с главкомом ввс жигаревым все это случилось на глазах отца сталин был в бешенстве он выгнал василия из зала а на следующий день подписал приказ о снятии его с должности командующего василий сталин был зачислен слушателем военной академии генерального штаба но по рассказам очевидцев интереса к учебе не проявлял и на занятия почти не ходил 5 марта 1953 года иосиф сталин скончался василий присутствовал на торжественных похоронах отца и был неприятно удивлен их плохой организации особенно поразила его дикая давка в толпе в результате чего пострадали десятки людей свои претензии он высказал членам политбюро затем случился скандал с министром обороны ссср булганиным василию предложили немедленно покинуть москву и отправиться служить в дальний гарнизон он ответил категорическим отказом ходили также слухи что василий явился в китайское посольство где заявил что его отца отравили и просил переправить его в пекин в итоге 28 апреля 1953 года василий сталин был арестован и обвинен в клеветнических заявлениях направленных на дискредитацию руководители ссср позже в ходе следствия прибавились обвинения в злоупотреблении служебным положением дело василия сталина расследовалось около двух с половиной лет все это время он находился под стражей во внутренней тюрьме кгб на лубянке а затем и в лефортово в сентябре 1955 года василия сталина приговорили к восьми годам заключения за антисоветскую пропаганду и злоупотребление служебным положением на дворе стояла хрущевская оттепель однако сына вождя народов осудили в лучших традициях 30-х годов суд прошел без адвоката и даже без прокурора осужденный был лишен права подать кассационную жалобу и просьбу о помиловании однако это было только начало василия сталина не отправили в обычную колонию а заточили во владимирскую тюрьму как махрового рецидивиста и даже там он числился не под своим настоящим именем и фамилией в тюремных документах таинственный узник именовался как василий павлович васильев а рядовые надзиратели даже не знали о том что они охраняют сына сталина отсидев в одиночке более года василий сам попросил тюремное начальство дать ему работу его просьбу удовлетворили отправив в токарную мастерскую там сталин василий иосифович в короткие сроки освоил все станки и стал квалифицированным токарем отбывая срок во владимирском централе василий тяжело заболел и фактически стал инвалидом находясь в заключении он постоянно писал письма хрущеву ворошилову и другим советским лидерам с просьбой разобраться в его деле и восстановить справедливость 9 января 1960 года василий сталин был досрочно освобожден из заключения из владимирского централа его привезли в москву прямо в кабинет к никите хрущеву говорят что никита сергеевич расплакался увидев василия в тюремной робе бывшему арестанту выделили трехкомнатную квартиру в москве и назначили хорошую пенсию однако уже 16 апреля 1960 года василий сталин вновь был арестован кгб за продолжение антисоветской деятельности якобы он вновь посетил посольство кнр где сделал клеветческое заявление антисоветского характера сегодня трудно судить имел ли место быть такой факт или это была провокация спецслужб так или иначе сталин василий иосифович провел год в лефортовской тюрьме а затем был выслан в казань ему запретили жить в москве и грузии а также носить фамилию сталин паспорте он именовался как василий джугашвили 19 марта 1962 года василий сталин скоропостижно скончался по заключению врачей смерть наступила от отравления алкоголем однако многие очевидцы утверждают что в последние годы жизни василий иосифович сталин совсем не употреблял спиртного так как страдал от сильных болей в желудке вскрытие тела умершего также не производилось в связи с этим появилась версия что сына вождя народов вполне могли отравить ведь он был очень неудобной фигурой для тогдашних хозяев а это был канал о жизни по жизни всем добра и удачи увидимся в следующих выпусках